Молчать! Заткнулась быстро! Головой не крутить, на меня не смотреть! Сразу в шею воткнул! Вот писька в мёртвыске! 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 Давай сначала Арестову послушаем! Садись! А потом разберёмся! Давай докладывай, Ром! Так! Ну что? Нападения на женщин участились в лесопарке на востоке Москвы! Это тебя, между прочим, тоже касается! Уже четыре жертвы! Да, все жертвы на роликовых коньках! Преступник плотного телосложения! Вот приблизительный портрет! Угрожает шилом! Вот! И ещё одна интересная деталь! Он всегда говорит фразу! Птичка в гнёздышке! Может быть это как-то связано с его работой или хобби? Извините! Да, слушаю! Когда? Там же! Я поняла вас! Поезжаем! Роллер опять вышел на охоту! Пострадавшая в больнице! Пиши, тут чик-чирик, минутное дело! И я поехал! Серёж, ты что, не видишь, что творится? Отправляйся на выезд, а потом решим! Я грохнутого роллера! Закончили квадрат Б! Всё чисто! Там трава примята, а земля влажная! Должны были следы остаться, должны были! Я, кстати, билет уже на поезд взял! Поздравляю! Куда? В Тюмень! Парни с батальона моего подтянутся! Сезон охота откроем! Я оружишко себе взял новое, вертикалочку покажу потом! Да! Я! Что? Так, оцепляйте, ничего не трогайте! Мы скоро будем! Как понял! Всё, давай! Роллер убивать начал! Патруль пять минут назад! Девушку мёртвую обнаружил! Как нарочно! Вот тебе и Тюмень! Сомневаешься? Пусть едет! Заменим кем-нибудь! Да, Рома, слушаю! Галина Николаевна, в коллекторе ещё одна! Труп! Там много воды! Надо откачивать! Ладно, отпуск от него никуда не денется! Пойдёт через месяц или два! Или три! На зимнюю рыбалку! Тут помпа нужна, шланги! Только завтра сможем воду откачать! Так, сгоняем до больницы! Допросим последнюю жертву роллера! Ёлки-палки! Опять не сходится! Чего это там не сходится-то, о чём? Ну, понимаешь, он по графику раньше нападал! Вернее, мне казалось, что я просёк! А эта жертва всё спутала! По графику, друг мой, только поезда ходят! Поехали, время летит! Я ещё хочу ружьишку новую сегодня в тир заехать отстрелять! Вот, Ром! Вещи пострадавшей Дедковой! Она его видела? Опять шило к горлу, и приказ не поворачивается! На меня не смотреть, головой не крутить! Сразу шею воткну! На вещах должны были остаться его следы! Угу! Как и раньше! Только он нигде не засветился! Поэтому и наглеет! Не боится ничего! Слушай, Ром, я вот думаю! А вдруг этот труп в коллекторе к роллеру никакого отношения не имеет? Давай подождём! Посмотрим, что Антонова скажет! Причина смерти – черепно-мозговая травма! Но до этого девушку душили! Судя по борозде, широким, гибким предметам! В коллектор сбросили девушку, когда она была ещё жива? Определённой, скорее всего, травму она получила, ударившись головой от коллектора! Но интересная деталь – в лёгких воды не было! Странно, там в коллекторе полно воды! Думайте сами! А следы изнасилования? Её не трогали! На руке след от кольца! А время смерти? С этим сложнее! Тело пробыло в воде примерно от двух до пяти суток! Точнее сказать не могу! Вправо забирает! Вы бумажку-то где нашли? Бумажку? А, да это прямо на месте преступления, там рядом лежало в полуметре! А что, ты выяснил, от чего она? Это от сахара! Такие в поездах дают! Ну, это я проверю, дают или не дают! В Чумень-то долго ехать! Слушай, а если насилие на РЖД работает? Уберём знак, вот! Погляди! Ну? Право же, я говорю! Слушай, а воду, по-моему, уже откачали! Почему труп, твоя версия? Оказывало сопротивление, задушили в ходе борьбы! Ага! И роллер не воспользовался своим шилом! Ты же знаешь, эти господа славятся своим консерватизмом! Ну, вот тебе тогда ещё одна загадка! У неё в лёгких нет воды! А в коллектор её сбросили ещё живой! Ну, хотя бы пару вздохов она должна была рептекторно сделать! Так-так-так-так-так! Слушай, ну это как раз просто! Её сбросили ещё в сухой коллектор! А дожди, ты помнишь, зарядили в субботу! Значит, её убили в конце прошлой недели, ещё до выходных! А сейчас понедельник! Так это многое меняет! Да, кстати, ещё роликов нет! Первые две девушки были изнасилованы с разницей в два дня! Потом злодей делает трёхнедельный перерыв, снова нападает и снова два изнасилования! А последняя Дедкова? Тоже изнасилована после трёхнедельного перерыва! Всё чётко! Три недели – новая жертва! А девушка из коллектора? А вот она не вписывается! Трёхнедельный перерыв заканчивается в будущую субботу! Неопознанный труп из коллектора выделяем в отдельное дело! А мы не ошибаемся? Вот, посмотрите! Я думаю, роллер работает проводником в поезде! По графику – три недели через одну! Три в рейсе – одна дома! ФЭС расследует серию изнасилований в лесопарке на востоке Москвы. Все жертвы – девушки на роликовых коньках. Неуловимый роллер, так прозвали маньяка, оставляет после себя большое количество следов. Но найти его в многомиллионном городе маловероятно. На месте последнего нападения находят упаковку от сахара, который продают в поездах. Это косвенно подтверждает, что роллер часто ездит по железной дороге. Кто он? Проводник? Машинист? Пассажир? Прочесывая парк после очередного эпизода, полицейский находит убитую девушку. Почему роллер начал убивать? Эластичный бинт. И мы ее душили. Вода стерла все следы. Да, этот боксерский бинт для тренировок – зацепка хорошая. А вот букет. Ее или кто-то посторонний выбросил. Тьфу, ну, кто же в наше время сейчас тысячи выкидывает? Ну, я, например. Я вот себе ружьишку еще одну прикупил, новенькая, хорошенькая. А гусь на меня в отпуск не отпускает. Пойти по голубям шлюжа пострелять. В цветочном магазине мне сказали, что это мужской цветок. Ну, в смысле, используется букет для мужчин. Спасибо, деточка. На. Ребят, она отбивалась этим букетом и сжала его с такой силой, что полосы на ладонях остались. Сможешь восстановить? Ну, попробуй прочесть в инфракрасных лучах. Надо высушить. Ну-ка, 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 ну-ка. Давайте лучше я посушу, а ты вон телефоном займись. Люба заработает. Если твои расчеты верны, роллер нападет в ближайшие дни. Что мы можем? Есть предположение, где могла работать наша убитая. Вот текст открытки. Здоровья и долголетия любимому дедушке от любящей внучки. Слушай, Оксана, а ты на роликах умеешь кататься? Что, коллега, если набрала букет здесь, там должен был остаться бланк заказа. Пойдем глянем. Здравствуйте, вы по закупкам? Федеральная экспертная служба. Я перезвоню. Прошу, присаживайтесь. Что-то случилось? Случилось. Посмотрите внимательно эти фотографии и скажите. Вам эти вещи знакомы? Посмотрите, посмотрите. Так это ж Жанночки. Жанна Лоткова, она у нас флорист. Жанна ушла в прошлый четверг и до сих пор не возвращалась. Я ей названю все выходные. Телефон отключен. Флорист, значит? А букет у нее с собой был? Да, но до клиента она так и не доехала. А вы когда ее видели в последний раз? В четверг во время обеда. А через пару часов телефон уже молчал. Вы обедали вместе? У нас буфет тут. Там я ее видел. Только вы ничего не подумайте. Я женатый человек, у меня трое детей, а у нее кто-то был. Она ему даже пропуск сделала. У нас все записано. Машина, на которой оформлен пропуск на цветочную базу, зарегистрирована на Петра Анатольевича Ювачева. Двадцать лет, студент физико-математического факультета, а сирота с тринадцати лет живет в детском доме. Тело долго пролежало в воде. Зрелище не из приятных. Можно на шатыря? Да, конечно. Готовы? Туалет налево. Он ее узнал. Не, молодец, молодец. Из управления еще троих девчонок обещали прислать. А хватит мне из парка. Я уверен, насильник набросится именно на тебя. Мы даже с Романом поспорили. Галина Николаевна, так это для дела. Устроили тут. Ты лучше вези ее во двор, пусть там катается. Мы думали пожениться. Она носила кольцо на безымянном пальце? Да, я подарил. Описать сможете? Белое золото. Камень большой, только синий. От мамы осталось. Эль, ладно. Что это? Это эластичный боксерский бинт. Скажи, мил друг, кто-нибудь в окружении Жанны боксом занимается? Я убью его. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Геройствовать не надо, для твоей специально обученные люди. Успокойся, сядь, все нам спокойно расскажи. Куликов. Кличка Кулик, живет в соседнем доме. Его посадили за убийство моего дедушки. Месяц назад он вышел. С тех пор проходу мне не дает. Требует отдать ему машину. Ну, че хлебала утиная? Где кубышку заныкал? Че подлоха косишь? За себя не боись, Жанку пожалей. Ну, я все понял, поехал за ним. А о какой кубышке идет речь? После деда квартира осталась. Еще деньги в банке были. Я тачку купил. Где вы были в четверг днем? В институте. В библиотеке. Я к засчету готовился. Давай в допросную, сейчас подойдем. Ну, че, Галь, Куликов, как и еще у нас, а вот парный эластичный бин. Таким же задушили девушку. А кольцо убитый? Нет, нигде. Думаю, уже успел толкнуть. Меня другое удивляет. Чего это здоровый боксер Куликов деддомов все кошмарит? Погоди. Инна Валентиновна, пропуск уже заказала, жду. Сейчас подъедет адвокат, она следователем работала, вела дело Куликова. Отлично. Я все звонки Лотковой перехватываю, ей звонили службы аэропорта, ее потерянный багаж нашелся. Летала куда-то. Ну, я попросил, естественно, чтобы его нам переправили. Хорошо, работайте. Слушай, Андрюха, а Оксана-то где? А она в парк уехала. Завтра уже начинается операция «Птичка в гнездышке». «Птичка в гнездышке». И чего рулер эту фразу постоянно повторяет? Поймаешь, спросишь? А то. Роль подсадки будет выполнять старший лейтенант Амельина. Он лысый, крепкого телосложения, высокого роста. Это все, что мы о нем знаем. Вот. Изучайте, чтобы до любой точки парка могли добежать с закрытыми глазами, как ночью до сортира. Сбор через два часа на этом же месте выполняйте. Да не при делах, я начальник. Зачем мне на себя тяжелую, бадя? Я только вышел. Еще был второй, по кличке Опарыш. Он? Да, этот. Осудили их за грабеж и убийство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Молодые люди! Дайте проехать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы меня слышите? Я к вам обращаюсь. Дайте проехать! Да вы что там? Оглохли, что ли? Да, старая плесень. Узнал соседей? Бабки где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вот. Вот кошелек. Давайте по-хорошему. Забирайте все. Я заявлять не стану. Ты кому лепишь? Ты картину продал? Бабки где? Вы меня не поняли. Это был подарок. Подарок. Подарок, говоришь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обыщи пока машину, а я с ней потолкну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погнали на хату, там наверстаем. Через час они были уже у него дома. Сигнализация почему-то была отключена. В материалах дела сказано, что Ювачев погиб от ножевых ранений на следующий день. Они нашли его и зарезали в палате реанимации. Не ожидали, что выживет. А как они узнали, в какую больницу его повезут? Кто слил? В милиции у них завязок не было. Родственники тоже не могли навести. С дедом проживал только внук. Петя, кажется. Теперь убили его невесту. По всей видимости, опять Куликов. А почему не нашли краденые вещи? Ну, отчасти это моя вина. Не смогла дожать. Неопытная была. Но они, понятное дело, молчали. Такой загажник оставили. Внукам хватит. Вот, городанин Куликов, ознакомься. Экспертиза подтвердила, что именно этим эластичным бинтом ты задушил Жанну Латкову. На нем следы масляной краски. А именно ей покрашенные шкафчики в раздевалке спортзала, где ты околачиваешь грушу. ФЭС расследует серию изнасилований в лесопарке на востоке Москвы. Все жертвы – девушки на роликовых коньках. Прочесывая парк после очередного эпизода, обнаруживают убитую девушку. Полицейские находят эластичный боксерский бинт. Удается установить личность убитой – это флорист Жанна Латкова. Ее жених Петр Ювачев сообщает имя подозреваемого. Это бывший уголовник Куликов по кличке Кулик. Он вымогал у Петра деньги и угрожал разделаться с Жанной. Экспертизы версию Петра подтверждают – параллельно ФЭС готовит операцию по поимке маньяка в парке. Как ваш эластичный бинт оказался на месте преступления? Вы признаете, что это ваш боксерский бинт? Похож. Я когда из зала вернулся, на балконе его сушиться повесил. А на каком он, Наташа, живет? Да какая разница? Таким людям, камрад, в принципе, верить нельзя. Ну, на первом, и что? Ну, че хлебала утиная? Где кубышку заныкал? Че под лоха косишь? За себя не боись, Жанку пожалей. Петя Ювачев из-за вас пять лет провел в детском доме. Это почти столько же, сколько вы отсидели. Наказание вас не исправило, а только ожесточило. Я не оставлю вас на свободе. Это вы шлепка защищаете. А вы знаете, что… Да че с вами вообще базарить, а? Увидите. Встать. Утро доброе, Галь. Доброе. А это что? Да. Ну, как что, я же в отпуск собрался. Собрание однополчан в Тюмени. В любом случае въеду, хоть увольней. Да не слушайте вы его, Галина Николаевна. Прикалывается он. Вещи Жанны Лотковой. Ну, помните, я рассказывал, потерянный багаж и… Ну, и шутки у тебя майские. Ну, до твоих-то далеко. Я же знаю, что мое заявление на отпуск у тебя в столе лежит подписанное. Угу. Гном один, Белоснежки один, как слышите? Белоснежка один, как слышите? Слышу хорошо. Пока все спокойно. Гном один, Гному два. Гном два на приеме. Не теряйте Белоснежку из поля зрения. Как поняли? Она передо мной. Зубами до нее могу достать. Гном один всем. Напоминаю, нам нужен лысый объект высокого роста. Если мои расчеты верны, сегодня последний день, когда роллер может появиться. Тряпки, косметика, ничего особенного. В карманах посмотри. О, ваучер на отель. Дабл севью. Ну, с видом на море. Ну, и с кем Лоткова любовалась морскими видами? Ну, наверное, со своим женихом Петей. Ого! Ничего подобного. О, на ловце дверь. Господин Кисельцев, тормозите-ка. Вопросы к вам появились. Мы тут выяснили, что вы до Вича на отдых ездили. Причем не один. Сами мне расскажете или... Только умоляю вас, ничего не говорите моей жене. У нас крепкий брак. Вот хорошо. А как же Жанна? Она молодая. Просто молодая. Я влюбился, увлекся. Ее все устраивало. Все было очень хорошо. Никаких конфликтов. Ну, а жених ее как же? Кто-кто? Ну, жених ее на кабриолете этот... Ювачев Петр. Да Господь своим. Какой он там жених? Друг это ее. Он нам даже квартиру для встреч предоставлял. И все-таки я ревную. Ну, признайся, хоть раз. Что-то было. Приезжает, цветы дарит. Или ты просто хочешь меня досадить? Ни то, ни другое. Ну, как тебе сказать? Он обязан мне. Может даже жизнью. Но это не моя тайна. Поверь мне на слово. Он просто друг. Ну-ка. Отправляйся на квартиру Петра с обыском. Постановление я получила. Все, понял, Галь. Еду. А ваш подельник на зоне оказался более сговорчивым. Что, парыша нашли? Что он вам напел? Повторил то, что вы пели хором семь лет назад на суде. И именно теперь я вам верю. Вы о чем? Вы вскрыли квартиру старика Ювачева, но ценных вещей там не нашли. Да, хата была пустая. Как языком вылезали. Так, а парыш, ты пока найди сумку побольше, а я в комнату. Ну, что стоишь как баран? Нет тут ничего. Хлам и барахло. Три броши старые. Так. Утюг возьмем, пригодится. Но мы-то с вами знаем, кто вас опередил. До меня не сразу дошло. Только когда я его на тачке увидел. Здорово, шакал. Откуда такая тачка, а? Короче, я просек твою игру. Что было, то было. Прошлого не вернуть. Но за тобой должок. Считай, что мы тогда были в доле. Гони лимон зеленый и живи спокойно. Понял? Дыши, дыши, партнер. Все, товарищ Пинты, большое вам спасибо. Вы выполнили свой гражданский долг. Идите распишитесь с участкового, вы свободны. Не нашли? Что вы, золото иньков искали. Еще семь лет назад всю квартиру обчистили. Вон, ложки серебряные и те вынесли. Зачем врал, что ты жених Жанны, а? Ну, у нас разные взгляды были на этот счет. Я семью хотел, а она нет. Понятно. У тебя даже ни одной фотки ее нету. Женишок. Любовничок. И кстати, мой юный друг. Водки и танцы на плату контейнера на складе. Черт, ты говоришь, не нашли. Все, нашли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ФЭС расследует серию изнасилований в лесопарке на востоке Москвы. Прочесывая парк, полицейские обнаруживают убитую девушку Жанну Латкову. Ее жених Петр Ювачев сообщает имя подозреваемого. Это бывший уголовник Куликов по кличке Кулик. Он вымогал у Петра деньги и угрожал разделаться с Жанной. Объяснение такому поведению Куликова находится в прошлом. Много лет назад Куликова и его сообщника посадили по обвинению в убийстве деда Петра. Однако Куликов клянется, что деда они не убивали и из квартиры ничего ценного не украли. ФЭС решает разобраться в старом деле об убийстве. Операция по поимке маньяка в парке выходит на финишную прямую. Давайте я расскажу вам, как все было, а вы меня поправите, если что не так. Это был особенный день, юбилей армейского друга. Ювачев вез в подарок картину. И как будто случайно его внук рассказал об этом двум отморозкам из соседнего двора. Кулико и опарыш. Только он слегка исказил правду. Он сказал, будто дед везет картину на продажу, а еще он сказал, что сигнализация в квартире не работает. Погнали на хату, там наверстаем. Все, погнали. Но вы прокололись. Купили непозволительно дорогую машину. Вы арендовали складское помещение и переместили туда все вещи. На складе нам сказали, помещение вы арендовали два года назад. А где до этого хранились вещи? Нетрудно догадаться. Где-то у Жанны. Ну, например, на даче у ее родителей. Я просто спасал свое. Это еще не преступление. Теперь об убийстве. Вы убили Жанну. Подругу, которая так много для вас сделала. А мотив простой. Подставить вымогателя, который просек вашу игру и стал опасен. Может, заявление на Кулика написать? Года два дадут. Мало, конечно, но надо что-то делать. Он просто так не отцепится. Как ты думаешь? Петь, ты что, с ума сошел? Зачем перчатки? Зачем перчатки? В руках у Жанны были гипиастриумы. Их пыльца осталась на вашей майке. А это кольцо. Тоже со склада. Вы сняли его с убитой. Но это не первое ваше убийство. Смерть деда тоже на вас. Я думаю, что именно этим ножом внучок зарезал родного деда. В деле остались фотографии Рана, совпадают. Нужно найти на нем, Андрюх, кровь. Сейчас посмотрим. Ну что ж, кровь есть. Так, хорошо. А как нам доказать, что это кровь старика Юбачева? Сравним с ДНК внука. Слушай-ка, а на ноже кровь не его деда. А че? Не знаю. Только выходит, что он своего деда не убивал. Ну, он слил его бандитом. А потом пришел и дорезал. Ну, я в этом просто уверен. А чем его дед-то мешал? Нормальный старик, не алкаш, не садист. Да черт его знает. Но только именно внук заходил в палату к деду незадолго до убийства. Тогда никому и в голову не могло прийти подумать на этого воспитанного родного внука. Родного внука? А это мысль. Мы нашли свидетеля. Она до сих пор работает в Жеке. Еще семь лет назад твой дед стал собирать документы, чтобы выписать тебя из квартиры. Невестка нагуляла где-то пацана. Держал его за родного внука. Сколько денег я на него истратил. Прописал, теперь буду выписывать. Детский дом затребовал целый, целый пакет документов. Да проще было бы его посадить у двери. Но я порядочный человек. Просто этот пацан чужой. Но кто может сказать, какая у него генетика? Кто скажет, что у него на уме? Отец Петра работал на Севере, погиб от несчастного случая. После этого его жена с сыном переехали в Москву к отцу мужа. Через три года женщина повесилась. Соседи говорят, что Ювачев старший сожительствовал с ней и очень сильно гнетал. Так что, парень, в детдоме ты оказался бы по-любому. Только был бы ты тогда никем и звать тебя было бы никак. А убив Ювачева, ты стал его законным наследником. Я прав? Посеешь ветер, пожнешь бурю. А дед и внук вполне стоят друг друга. Он уже пишет признание. Гуляй. Желаю хорошо отдохнуть. А с Ювачевым я сама разберусь. Спасибо, Галь. Передает мне арестовое пожелание, скорее поймать это животное. Ну все, с Богом. Погнал я. Вижу его. Он меня заметил. Идет следом. Не паникуй, не паникуй. Мы рядом. Гном-1, Гному-2. А объект направляется к Белоснежке-1. Полная готовность. Гном-2 на приеме. Вижу его. Черт. Эти здесь откуда? На видеорегистраторе осталось его фото. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кажется, нашел. Все, состав потащили. Через пятнадцать минут посадку объяю. Пойду сажать своих птичек в гнездышки. Галь, это что, шутка какая-то? Есть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Извините, а… Простите, простите. А ну-ка, стой. А ну-ка, стой! Стой, гнида! На пол, на пол! На пол, на пол! На пол! На пол! На пол! Давай-давай. Вот, Ром. Принимай подарочек. Пожестче с ним там. Молодец. Не подкачал. Служу в России и Рогозиной. В общем, поезд ушел, билет пропал. На полтора месяца вперед все билеты выкуплены, на Тюменью. Так что я готов приступить к работе. Можешь приступать. А можешь и в Тюмень, если хочешь. Так поезд, он же ж вот… Поезд. Самолет! Вот билет. Бизнес-класс с открытой датой. Разрешение на провоз ружья у тебя будет. Бери, бери! Бери, бери! О. Субтитры сделал DimaTorzok